Зрелищность, неподдельные эмоции и непередаваемая атмосфера. В Наринмаре завершился первый в истории Куба губернатора НАУ по хоккею. Наша сборная заняла лишь утешительное четвертое место. Золото увезли хоккеисты команды «Башнефть-Полюс». Итоги для нашей команды более чем скромные, но для организаторов турнира результаты на уровне всероссийских. Ледовой арене труд участники Кубка поставили твердую пятерку. Высокие оценки поставили и наши телерадиокомпании. И все три дня мы транслировали и комментировали матчи в режиме онлайн. Хронология жарких событий на холодном льду в следующем репортаже. Три дня, четыре команды, десятки хоккеистов, шесть ледовых баталий и всего одно звание чемпионов. В режиме онлайн первый в истории региона Кубок губернатора Ниньского округа по хоккею. Первый матч играют команды РН «Северная нефть» и наша сборная «Пингвины нау». Встреча завершилась победой гостей из Усинска, счет 8-3. И сразу после еще одна ледовая баталия на льду нешуточные страсти. Играют хоккеисты «Лукойл Коми» и «Башнефть Полюс». Игра напряженная. И снова счет 8-3 в пользу сборной «Башнефть Полюс». Это, кстати, по оценкам самих хоккеистов, самый серьезный соперник. За плечами некоторых игроков команды из Уфы не один десяток игр российского и мирового уровней. Давно уже начал, уже даже не помню. Четыре года мне было начал заниматься. Так всю жизнь идет пока, с хоккеем рядом. За какие вы клубы уже играли? В профессиональной карьере. Это Салават Юлаев, Спартак, Северсталь. День второй. «Северная нефть» против команды из Уфы. На трибунах восторженные болельщики. Радовались каждой шайбе. Любой опасный момент – и по Ледовому дворцу прокатывается волна криков, топот и гудения. Танго в щепке, шайба в клочья. Победит Уфа всех точно. Завершающий день соревнований. Самый сильный соперник – команда «Башнефть Полюс» против сборной Нинецкого округа. Играли до последней шайбы, до последней секунды. Наши сделали самое главное. Они победили сами себя. Они показали, что можно выходить на лед даже против более сильного, более именитого соперника. Показывать свое мастерство, бороться, сражаться и ни в коем случае не сдаваться. Десять шайб пропустили хоккеисты нашей сборной. Ворота соперников забили пять. Полчаса перерыва и матч за второе место. На льду команда «Северная нефть» против игроков из «Лукойл-Коми». Соперник хороший, готов к игре, подошел. Мы вышли расслаблены, слишком много удаляемся. Нужно сейчас собраться, настроиться на игру, потому что не настроились, но недавно строй был на игру. А команда против нас вышла, она готовая, настроек боевая. Вышел на победу. В третьем периоде лукойловцы одну за одной отправляли шайбы в ворота «Северной нефти» и вырвали победу со счетом 6-3. По результатам этой игры хоккеисты «Лукойл-Коми» заняли в турнире второе место, третью команду «РН «Северная нефть». Ну а кубок губернатора Нинецкого округа улетел в Уфу. Все участники соревнований в восторге. Так завершился первый в истории округа ледовый праздник. Хоккеисты из команд, недропользователи пообещали приехать на кубок и на следующий год. Конечно, хотелось бы. Соседи географические, с которыми очень давно дружим, почему нет, это раз. Во-вторых, самый теплый прием всегда в городе, на Ринмаре. От души все происходит. Поэтому грех жаловаться и, конечно, хотелось бы. Турнир прошел прекрасно, на замечательном уровне. Спасибо вам большое за этот праздник. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова